За время полуторачасового приема к Александру Кузнецову поступило около 20 обращений. Жители 20-го дома 2-го микрорайона пришли с вопросом о разграничении внутридворовой территории. Мимо их многоэтажки постоянно курсирует машина жильцов соседних домов. Жительница многоэтажки направила письмо в администрацию. Обращение решил подкрепить и визитом на прием главе города. Это 20-й дом, там два подъезда. У нас асфальт был очень разбитый и ездили машины 19-го дома, 21-го дома, все через наш двор. Пройти невозможно. Теперь 21-й дом ездит через нас. Нам положили новый асфальт. Наша стоянка, наша машина, в начале дома. И ко второму подъезду, редко кто подъезжает. Мы хотим беречь. Ранее главой города уже было дано задание специалистам детально проработать вопрос согласно строительным и архитектурным нормам. Выбранный вариант должен устроить всех. Вот стоит у нас 20-й дом, вот 21-й дом. Шлагбаум сейчас стоит вот здесь. И все проезжают вот так. Вот здесь стоит 9-й дом, вот 9-й дом. С нашей точки зрения шлагбаум нужно перенести вот сюда, для того, чтобы жители 20-го дома становились здесь, а жители 21-го дома здесь. Если какие-либо из граждан, из собственников данных домов будут опасаться, что другие машины других домов будут стоять здесь, они, согласно закона, через управляющую компанию, имеют возможность поставить открывающий проезд за счет средств автовладельцев, которые здесь проживают в этих домах, из пульта, в образе говоря, открывать. Вот неделю я дал сегодня для окончательного решения, Михаил Федорович, да, на планете мы определились. Жители сразу нескольких домов просили включить их многоэтажки в программу капитального ремонта. Глава города пояснил, от чего зависит выделение на тот или иной дом федеральных средств. Туда попадают дома, исходя из количества денег, которые приходят в город. И туда попадают прежде всего те дома, которые находятся в более худшем положении. Не обязательно это крыши, это могут быть и фасады, и сети, и так далее. Второй вариант, это сами жители принимают решение о проведении капитального ремонта совместно с управляющей компанией. Для этого сейчас в конце года в каждом доме управляющая компания проводит отчетное, ну как бы неотчетное собрание по, скажем, доведению информации, что было сделано за 2012 год и какие виды работ предлагают на том или ином доме. Если жители 20-го дома примут решение о проведении капитального ремонта, управляющая компания его запланирует и выполнит в 2013 году. За время реализации программы капитального ремонта были заменены кровли многих домов. Как пример, многоэтажка, где крыша действительно находится в плачевом состоянии, это дом 12-го микрорайона. Решение вопроса, пояснил мэр, будет зависеть от поступлений в федеральных средств. Тема ЖКХ не раз была озвучена во время приема. Многие изобращения были коллективные. Жители двухэтажки номер 24 по улице Шоссейная обеспокоены состоянием дома. Он давно требует капитального ремонта. Маленькие дома, которые стоят по шоссейной, нас, как администрацию города, внешний вид не удовлетворяет. Проведение ремонта, скажем, крыши, вот сказали у вас, отопление в плохом состоянии. Фасад нужно делать, да, зависит, скажем так, от того количества денег, который в город может поступить по программе капитального ремонта. Если у нас на следующий год или на какой-то придет достаточное количество денег, мы вас включим в капитальный ремонт. Жители улицы Луговой просили разобраться с ситуацией. Недавно построенный водопровод на их участке рвется уже не первый раз. Причина в том, что подрядчикам в этом месте была уложена некачественная труба. В ближайшие дни порыв будет устранен. Однако проблема требует более основательного решения. Мы сами будем брать тогда анализ, из чего сделанного водопровод. Если выяснится, что он сделан не из того материала, то мы через суд будем требовать переложить его полностью. Помимо вопросов ЖКХ, конкретной жизненной ситуации. Так, главе города за помощью обратился житель, чей дом пострадал от пожара. Вопрос оказания материальной помощи будет рассмотрен на специальной комиссии. Следующий прием граждан состоится уже в этот четверг. Поделиться проблемами и получить ответы на волнующие вопросы смогут жители второго Уварова.